Что скрывается за делом Кантемира Карамзина деловой климат экономика 19.16.7.2019 года юрист под грифом «Секретно что скрывается за делом Кантемира Карамзина» Фото Виталий Яньков, РИА Новости Балашихинский городской суд завтра, 8 октября, решит вопрос о продлении ареста юриста Кантемира Карамзина, который полгода находится в СИЗ-8 Сергеева Посада Его защита настаивает, что никаких законных оснований удерживать подозреваемого под стражей нет Юриста обвиняют в банальном покушении на мошенничество, но это дело уже стало резонансным не только потому, что в нем проводят параллели с делом Магнитского Здесь переплелись интересы ФСБ, Генпрокуратуры, Мосгорсуда и Верховного суда О новых скандальных подробностях дела в материале ленты.ру Черемушкинский суд Москвы недавно признал возбуждение уголовного дела против Кантемира Карамзина незаконным Казалось бы, обвиняемого должны выпустить из СИЗО Но этого не произошло Более того, Верховный суд с подачи начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева перенес рассмотрение апелляции по этому решению из территориальной подсудности Москвы в Московскую область Сославшись на дружеские связи юриста с судьями столицы, защита Кантемира Карамзина на этой неделе собирается обжаловать постановление об изменении подсудности в судебной коллегии Верховного суда ВСРФ Адвокат Марина Громова написала заявление на имя судьи ВСРФ Зателепина ОК Она просит предоставить копию письма начальника УФСБ по Москве и МО прокурору Московской области Которая 27 сентября была приобщена представителям Генпрокуратуры к материалам дела без обязательного предоставления копии стороне защиты, чем были нарушены основы состязательности Поскольку этим документом обосновано ходатайство об изменении территориальной подсудности, говорится в заявлении адвоката Копия документа имеется в распоряжении ленты.ру Защита, со ссылкой на многочисленные процессуальные нарушения, считает вынесенное судьей ВС постановление об изменении территориальной подсудности дела юридическим нонсенсом и попыткой ввести новую правоприменительную практику А письмо генерала Дорофеева, послужившее катализатором процессов, голословным и необоснованным Кстати, в вынесенном постановлении судей ВС Зателепина о скандальном письме начальника УФСБ Москвы ему генерала Алексея Дорофеева также не упоминается ни слова 12 лет спустя История, из-за которой задержали Карамзина, началась в 2007 году Он был арестован по обвинению в подделке подписи под договором займы с писателем-мемуаристом Олегом Блотским История давняя и темная Юрист 12 лет назад дал писателю в долг 200 тысяч долларов По версии Карамзина, Блотский долг не вернул, по версии Блотского вернул Есть нюанс Карамзин доказал, что он прав в этом споре, не только в районном и городском судах, но и в Верховном суде РФ Тем не менее Карамзин уже более полугода находится в СИЗО А уголовным делом заинтересовались такие серьезные структуры, как Генеральная прокуратура, Верховный суд, УФСБ и Мазгарсуд Как утверждает газета собеседник, следствие по делу, за которое арестовали Карамзина, шесть месяцев топчется на месте, юриста даже не допрашивают Тогда зачем его держат? Возможно, предполагает газета, Карамзина решили взять по первому подвернувшемуся делу в надежде надавить на него в СИЗО и заставить дать некие признательные показания Но, скорее всего, по совершенно другим обстоятельствам Фото СИЗО 8 Сергиева Посада Маленькая победа Решение Черемушкинского суда о незаконности возбуждения уголовного дела против Карамзина удалось добиться только благодаря упертости защиты, которая добивалась рассмотрения 4 месяца И неопровержимым фактом, считает адвокат Марина Громова Следственные органы 12 раз выносили отказные решения по заявлениям Блотского о покушении на мошенничество Все обстоятельства, свидетельства и доказательства по делу были многократно исследованы Суды всех инстанций, включая Верховный суд, приняли решение в пользу Карамзина Однако после вмешательства у ФСБ дело возбудили в 13 раз Оперативные сведения о дружеских отношениях с судьями, на которые ссылается в своем письме начальник УФСБ Москвы Дорофеев, по мнению адвоката, бездоказательные и полностью лишены оснований На закрытом заседании не было представлено никаких улик, например, аудиозаписей Защита также не верит в беспристрастность и объективность судей Балашихинского суда, которые будут рассматривать продление стражи юристу 8 сентября И Масабл Сюда, в подсудность которого судья Зателепин передал рассмотрение апелляции на незаконное возбуждение дела Защита считает, что на оперативные сведения нельзя ссылаться, поскольку это противоречит ЧИ-1 Статья 89 УПК РФ, в которой говорится, что оперативные сведения не могут быть использованы для подтверждения наличия обстоятельств, указанных в ППФ параграф 2 Ч.1 статья 35 РФ Заявила адвокат Марина Громова на суде Как проверить эти оперативные сведения? У нас сейчас слушается дело в закрытом режиме Про эти оперативные сведения Защита слышит на каждом продлении Хотя дело о банальном мошенничестве в отношении такого же гражданина, каким является Карамзин Какое отношение ФСБ по Москве и Московской области имеет к делу о покушении на мошенничество одного гражданина на другого? Какой общественный резонанс? Это совсем другое дело Человека задержали за арбитражное дело и передали из Москвы в Московскую область как раз потому, что УФСБ по Москве и Московской области контролируют полностью суды Московской области и Следственный комитет Московской области Мы считаем, что суды Московской области из-за того, что они боятся УФСБ, тоже неправосудные решения выносят Страх действует намного сильнее, чем дружба Копия протокола судебного заседания ВВС имеется в распоряжении ленты.ру, подчеркнула юрист Алексей Дорофеев Фото, Дмитрий Каратаев, коммерсант Расчет УФСБ на быструю победу в суде не оправдался. Получить все занужные показания от Карамзина не удалось Сам обвиняемый заявил, выступая на заседании Верховного суда, что оба его деда были репрессированы и расстреляны в 37-м Но никого не оговорили. . . . . . я защиту просил приобщить мои заявления на имя Бастрыкина, глава Следственного комитета РФ, примечания ленты.ру, о преступлениях Подведя камерами меня положили на пол и начали прыгать у меня на спине Меня просили рассказать, как руководство Московского городского суда помогало мне выигрывать дело Я сказал им, пусть они напишут, что они хотят, я поставлю свою подпись Но у меня ничего нет на руководство Московского городского суда, заявил Кантемир Карамзин в суде Копия протокола судебного заседания ВВС имеется в распоряжении ленты.ру Юристы его защиты не только не поддались давлению, но и одержали серию позиционных побед Так, после жалобы на нарушение права на жизнь и здоровье в условиях содержания под стражей адвокатов Кантемира Карамзина Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой Генеральная прокуратура начала проверку в СИЗ-8 Юрист подал судебные иски к администрации СИЗа и ФСИН по фактам нарушения закона, халатности и превышения должностных полномочий Суд Сергеева Посада удовлетворил иску адвокатов Карамзина о незаконности за недельного недопуска защиты к юристу Во время карантина по ветряной оспе Кантемир Карамзин написал жалобы и заявления в СКР и прокуратуру О совершенных в отношении его преступлений, угрозы жизни, избиения, со стороны подсаженного администрации Сокомерника и сотрудников УФСБ Под давлением Обвиняемые его защита неоднократно утверждали, что в СИЗа на юриста оказывается мощное В непроцессуальное давление со стороны сотрудников УФСБ с целью отказаться от выигранных им в интересах клиента Исков на 15 миллиардов рублей в отношении владельцев ДСК-1 и ФСК лидер Владимира Капелева и Владимира Воронина Так, накануне последнего заседания Балашихинского суда по мере пресечения юристу сотрудники спецслужбы Устроили против него провокацию в СИЗО В заявлении о преступлении юрист сообщил, что 19 июля во время визита в изолятор сотрудников ФСБ Представившихся майором Ушаковым и полковником Ивановым Возможно, фамилии вымышлены, ему были нанесены побои А в его адрес поступили оскорбления, шантаж, вымогательства и угрозы убийством В заявлении говорится, что высокопоставленный чин, с которым юристу дали поговорить по телефону В оскорбительной форме пообещал, что Кантемир сдохнет в тюрьме Ему дадут 17 лет и добавят еще 6 обвинений, если он не отзовет из суда ИСК под СК-1 Фото, Алексей Куденко, РИА Новости Обращение юриста в СК-Р было рассмотрено и тоже получило ход 12 сентября 2019 года в военном следственном отделе СК России по Солнечногорскому гарнизону В порядке статья 144-145 УПК РФ начата проверка в отношении сотрудника УФСБ России по городу Москве и Московской области Иванова АА Сообщается в официальном уведомлении Следственного комитета Копия письма СК в ответ на обращение к Рамзину имеется в распоряжении ленты.ру Тем временем, как сообщают адвокаты юриста, следовательца по городу Балашихекс УСК РФ по Московской области капитан Дмитрий Николаев Назначает шестую повторную и седьмую по счету экспертизу по делу юриста, пытаясь уличить его в подделке подписи под договором займа При этом три экспертизы, проведенные в 2014-2015 годах в ЭКЦУВД по ЮЗАГУ МВД РФ по городу Москве сделали вывод, что подпись Олега Блотского на договоре займа на 200 тысяч долларов непригодна для подчерковического исследования, так как слишком короткая Еще три экспертизы, датированные 2019 годом, сделанные уже после ареста юриста, этот вывод подтвердили Их проводили специалисты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ РФ, ЭКЦГУ МВД России по городу Москве и даже эксперты управления ФСБ России по городу Москве и Московской области Однако 30 сентября следователь отправил запрос на седьмую повторную экспертизу на этот раз в РФЦ при Минюсте РФ Кадр, первый домостроительный комбинат, YouTube При этом Дмитрий Николаев нарушает некоторые процессуальные нормы В распоряжении ленты.ру имеется копия заявления защиты Карамзина о нарушении права на защиту путем игнорирования обязанностей об уведомлении о заседаниях по продлению меры пресечения Адвокат Карамзина утверждает, что следователь ввел ее в заблуждение по поводу даты рассмотрения дела в Балашихинском горсуде Между тем параллельно уголовному делу продолжается арбитражная война за акции ДСК-1 Несмотря на включение в спор за 15 миллиардов рублей такого серьезного союзника, как у ФСБ Москвы, развалить дело строителям, пока Карамзин находится в СИЗО, так и не удалось Акции комбината по-прежнему под арестом Сторона Ричардса Карамзина выиграла у своих оппонентов серию важных решений Так, в конце мая этого года арбитражный суд Московской области оставил в силе решение о банкротстве Владимира Капилева и определение об обеспечительных мерах к имуществу организаций, в отношении которых бизнесмен выступает бенефициарным владельцем 9-й арбитражный апелляционный суд 9 сентября 2019 года постановил ограничить право на выезд из Российской Федерации Капилева Владимира Ефимовича до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина В том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения, копия постановления имеется в распоряжении ленты РУ 9-й арбитражный апелляционный суд 12 сентября повторно отказал в прекращении обеспечительных мер по акциям ООДСК-1 и ПТОО, на которые выводилось имущество ООДСК-1 в деле о банкротстве Владимира Капилева В настоящее время все основные процессы в деле о банкротстве отложены арбитражным судом на 12 декабря 2019 года По сведениям юристов Ричард Цекс, директор ДСК-1 Владимир Капилев скрывается от кредиторов в германском городе-курорте Баден-Бадене, где у него гостиничный бизнес, и вернуться в Россию не может, так как сразу попадет под невест В деле Карамзина все больше вопросов, нежели ответов Одни эксперты называют юриста злодеем, другие фигурантом заказного дела строителей и жертвой в войне между правоохранительными кланами Так или иначе, но этим делом создан прецедент, который в дальнейшем будет влиять на работу всей судебной системы России Константин Липунов Константин Липа Константин Липа